Прошу прощения, коллега проявляет вот такой рьяный нигилизм и нивелирование Конституции. Что значит поводинка Конституционного Суда? Сама формулировка, какое вы имеете право его обсуждать? Что произошло? Группа народных депутатов, к которым относимся Нестор Шуфрич и я, подали поданья в Конституционный Суд в отношении рассмотрения закона. Там ряд других поданий. Мы имеем полное право сделать это поданья. Конституционный Суд принял решение. Не обсуждается решение Конституционного Суда. Что должна была сделать власть? Откорректировать законодательство соответствующим образом. Когда вот я вам приведу маленький пример, это действительно я согласен с уважаемым судью Конституционного Суда. Очень связанные между собой вещи. Местные выборы, которые прошли и то, что сейчас происходит с Конституционным Судом. То, что сейчас происходит с Конституционным Судом, это отвлечение внимания от полного поражения на местных выборах, с одной стороны. А с другой стороны, под этим соусом распродажа страны совершенно другим силам. Я вам приведу пример, маленький пример. Я вам приведу пример, маленький пример по Одессе. Значит, я являюсь... Дайте мне закончить, пожалуйста, уважаемый сэр. Значит, закончились местные выборы. Подвели их итоги. Одесса единственный город, где второй тур, в который я вышел, назначен не на 22 ноября, а на 15. С чем это связано? Это связано с тем, что слуга народа, которая имеет большинство в комиссии, вместе с действующим мэром сделали все для того, чтобы назначить выборы на 15 число. И с одной стороны, я вам открою маленький секрет. Вы пообщаетесь с депутатами от слуги народа, своими коллегами по Одессе. В настоящий момент администрация президента продает всю Одесскую область, вместе с городом Одессы, Труханову и его олигархическому окружению, той олигархической группе, которая является его бенефициарами. Это с одной стороны в реальности. Увидите сейчас это по тем назначениям, которые будут. А с другой стороны, вы рассказываете о том, что вы боретесь с коррупцией, о том, что вам нужно... Вы так прямо переживаете за это декларирование и так далее. Это решение, вот любое решение, которое... Давайте жить в нормальной правовой стране. Принял решение Конституционный суд, его надо исполнять. Нельзя относиться к нему и говорить поведение Конституционного суда. Это не ваш ребенок и не соседский ребенок, который плохо себя ведет или хорошо. Это Конституционный суд. Вы являетесь народными депутатами. Конституционный суд не говорит вам, что вам делать в Верховной Раде. И не говорит, что делать президенту. Президент гарант Конституции и Конституционных прав граждан. А вы занимаетесь, ребята, вы полностью почитали бы хоть чуть-чуть Конституцию, основные законы в стране. Вы пришли, масса вас пришла, абсолютно не понимая, что такое государство, и вы его продолжаете полностью уничтожать. Конституционный суд это один из последних органов, который работал в стране. Если сейчас вы его уберете, то полностью настоящее. И президент имеет наглость пугать страну анархией, кровью и так далее. Гарант Конституции, если вы не примете какое-то решение. Да кто ты такой? У тебя армия, полиция, и ты говоришь, что будет кровавый хаос. Какой же ты президент? Ну как вы можете вообще это говорить?